МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Январев Руслан, а это значит на телеканале Азбука Фитнеса. И мы продолжаем знакомить тебя с очень именитыми спортсменами в том виде спорта, которым ты занимаешься. И сегодня с нами чемпион мира и трехкратный чемпион России по классическому бодибилдику и чемпион мира по бодибилдику Артем Дьянов. Артем, здравствуйте! Здравствуйте, спасибо! Ну, как добиться таких результатов? Это первое, по сути, которое всем приходит на ум. В первую очередь, это не сдохнуть на подготовке, а потом выиграть чемпионат. Это все, это чемпион мира. Как все просто. Какие были тренировки? Как часто вы проходили тренировки? Какое питание вы использовали? Нам вот, пожалуйста, поподробнее. Достаточно тяжело все было. И говоря, что я там чуть не умер, я не сильно лукавлю в этом случае. Если взять суммарное время, которое я утратил в день на физическую нагрузку, в которую можно отнести силовые и кардио тренировки, ну, выходил часов в 7-8 в день. Вы только представьте, друзья, 6-7 часов в день. Это только тренировка. Ну, ты же не занимаешься так каждый день. Ну, имеется в виду, когда не соревновательный процесс? Конечно, нет. Я использую режим периодизации, где даю разные типы нагрузок для мышц. И у меня чередуется эта самая периодизация, когда я занимаюсь 2 раза в неделю, иногда 5 раз в неделю. И использую различные механизмы нагружающие мышцы. То есть режимы энергообеспечения, режимы восстановления за счет изменения питания и спортивных добавок. И это дает мне разнообразие и возможность включать разные типы мышечных волокон и получать результат, тем не менее. То есть это интересно. Болюбилник, это интересно, ребята. Это круто, на самом деле, когда вы в этом начинаете разбираться и использовать. Были ли такие моменты, когда хотелось бы сорваться, сесть на сладкое, поесть всего вот этого запрещенного? Форму я держу достаточно легко и свободно. И срывов у меня, в принципе, тоже не было. И я связываю это с психологическим моментом. Я понимаю механизмы, которые используются в организме, биохимические, механизмы мышечного роста, сокращения мышечного. И я всячески стараюсь эти знания использовать здесь, применить на практике. И мои тренировки, они постоянно приносят что-то новое. А когда ты занимаешься чем-то новым для себя, то это для тебя интересно. А если интересно, ну как можно заниматься чем-то, что тебе неинтересно? Артём, расскажи, пожалуйста, о добавках, которые ты принимаешь из спортивного питания. В развитии, например, таких качеств, как сила, нам важны содержание внутримышечного креатинфосфата. Поэтому здесь необходимая добавка – это креатин. Когда мы работаем на мышечную гипертрофию, мы используем окисление молочной кислотой, потому что мы работаем в режиме нейронного гликолиза. Поэтому нам нужны добавки, которые способствуют работать в этом режиме. Это бета-аланин, это БЦА, это глютамин, например, тот же самый. Когда мы находимся на этапе жиросжигания или похудения, здесь важен L-карнитин и те же самые аминокислоты, создаваемые цепочкой БЦА. Ну, витаминный комплекс, конечно же. Но в любом из этапов – это высокобелковые смеси, да, суверточные, которые позволяют пул аминокислот поддерживать на высоком уровне. Итак, друзья, эта беседа происходила с чемпионом мира, трехкратным чемпионом России по классическому бодибилдингу и чемпионом России по бодибилдингу Артёмом Дьяновым. Артём, спасибо огромное тебе за все. Ну, а если хочешь узнать больше, заходи на наши соцсети, будь здоров и занимайся фитнесом. Всем пока. Это была Азбука фитнеса. Просто безумные цены на спортивное питание в магазине Стронг Фит. Каждую неделю ищи товары с желтыми ценниками и покупай супервыгодно. Минская 9, Московская 48 и Пучика 90. Стронг Фит. Выбор сильнейших. Доброго времени суток, друзья. С железным приветом проект Азбука фитнеса, рубрика спортивного питания и я, Дмитрий Козенков. Мы продолжаем знакомить вас с миром добавок и сегодня ко мне в руки попал очень интересный бустер тестостерона. Это Тестаболик от компании Chaos Labs. Заинтересовала меня эта штука своим необычным, я бы сказал, уникальным составом. В чем суть? Как правило, все бустеры тестостерона состоят из одного компонента. Ну, знаете, и Трибулус, или Ехимбин. В случае с Тестаболиком дело обстоит иначе. Производители ухитрились вбухать в него не один, а сразу несколько составляющих. Каждая из которых по отдельности уже неслабо поднимает уровень тестостерона. Вместе же они способны вознести уровень этого гормона буквально в стратосферу. И ладно бы дело ограничилось экстрактами растений и деаспарагиновой кислотой. Ребята из Chaos Labs сдобрили этот термейдерный коктейль дегидроэпиандростероном. Это вещество, которое называют гормоном молодости и матерью всех стероидных гормонов, такие как тестостерон, эстроген и прогестерон. Пик его выработки достигается к 30 годам, а затем катастрофически падает. Существует версия, что пресловутый кризис среднего возраста связан с падением выработки именно дегидроэпиандростерона. Поэтому принимать добавки с ним будет отличным решением для тех, чей возраст перевалил за отметку 40. Ну, например, для меня. Короче говоря, сравнивать любой другой бустер тестостерона с эстаболиком – это все равно, что сравнивать качели с катапультой. Штука серьезная, и походить к ней нужно тоже серьезно. Лучше всего будет проконсультироваться с грамотным тренером, стоит ли принимать, когда и сколько. На этом мы завершаем выпуск. Если у вас возникли вопросы по этой или любой другой добавке, заходите и добавляйтесь в группу «Фитнес» и «Бодибилдинг Казань». Задавайте вопросы в соответствующем разделе, а я и другие участники проекта «Азбука фитнеса» ответим на них в самое короткое время. Я прощаюсь до следующих выпусков. С вами был Дмитрий Козенков. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова